денис приветствую тебя привет всем традиционный для четверга эфир обсуждаем рынки с разных сторон смотрим на то что происходит говорим о самых наверное интересных фундаментальных событиях раньше мы с тобой анонсировали что наша встреча как раз будет после заседания федрезерва делали большой акцент на рост волатильности ну и мы видим то что действительно на таких событиях рынок показывать мощные движения причем эти тренды характерны для валютного рынка фондового рынка облигаций сырьевых инструментов не важно чем вы не торговали сейчас хватает возможностей о самых интересных мы как раз с денисом и говорим денис я предлагаю сегодня обсудить динамику европейской валюты но в принципе прекрасно понимаем то что динамика во многом связано с реакцией на происходящее событие с долларом доллар это как раз уже реакция на итоги вчерашнего заседания федрезерва также можем сегодня обсудить британскую валюту учитывая то что заседание банк англии впереди сегодня такая эстафета переходит уже к британскому регулятору тоже решение по ставке и тоже ожидаемая высокая волатильности ну я пару слов еще скажу про рынок нефти потому что даже моим брифингом много вопросов по поводу перспектива рынка черного золота учитывая что сейчас он перешел на коррекцию и многим тем кто сидят покупки страшно разворот ли это либо все-таки нормальное локальное снижение учитывая мощный обычный ралли который уже состоялась ну в общем рынок нефти тоже прокомментирую давай так демонстрация экрана и первое у меня как раз открытая европейская валюта точнее фунт так британская валюта котировки 1 2327 находимся на многонедельных на минимумах сегодня напомню в 11.00 по gmc решение британского регулятора по ключевой процентной ставки ожидается по прогнозам ее повышение с пяти двадцати пяти сотых процента до пяти и пяти вчера кстати за день до заседания британского регулятора вышли данные по инфляции в англии тоже мне кажется нужно сделать акцент потому что статистика показала что инфляция прошлом месяце снизилась 6.8 до 6.7 процентов и совсем уж было удивительно наблюдать за снижением базовый индекс потребительских цен с 6.9 до 6.2 процентов на основании снижения базы инфляции я прям невольно задумывался о том отражают ли эти цифры реальное положение делом что-то прям там не сходится учитывая на последнюю ситуацию ну да ладно не буду сейчас осудить со временем посмотрим как обстоят дела с ценами если рассуждать логично снижение инфляции это то что по сути доказывает эффективность проводимой британским регулятором политики то есть эти решения которые ранее предполагали ужесточение монетарной политики есть уже какие-то плоды то есть в ослаблении инфляционного на давление и возможно сегодня на основании этого а банка англии не будет жестить с темпами а повышения процентной ставки а делается вот шагом на 25 байс на пункт это скажем так точка зрения которая присутствует на рынке но мне кажется что сегодня есть вероятность того что мы увидим не совсем неожиданное ну точнее не совсем ожидаемое решение то есть какой-то сюрприз он вполне возможен потому что даже с учетом последнего снижения инфляция все равно остается довольно на высоких уровнях и я даже решил что локальное снижение инфляционного давления это то что несколько снижает давление на экономику в целом и смягчает опасения относительно рецессии и если эти опасения уже не такие актуальные то может быть сейчас банк англии стоит как раз воспользоваться ситуации и сделать ход конем повысить подсветную ставку не на 25 байс на пункт она 50 то что такой сценарий может реализоваться меньшинство его поддерживает но я вот остаюсь на стороне меньшинства и допускаю что такое неожиданное решение сегодня возможно и мой прогноз в рамках пары фунт доллар как раз предполагает то что неожиданное решение может стать причиной повышенного интереса к британской валюте в результате чего фунт потенциально может сегодня улететь выше отметки 1.24 и снова нацелиться на возвращение к уровню 1.25 вот такой вот прогноз который несколько выбивается из общей картин рынка учитывая то что американский доллар растет и соответственно рисковые инструменты должны отступать но сегодня все-таки на передовую я ставлю решение банк англии и думаю что национальная поддержка регулятора может внести свою лепту и оказаться более доминирующей значимой силы чем доллар а вот что касается евро здесь ситуация уже более как бы логичная с точки зрения корреляции с долларом американская валюта вчера мы убедились судя по всему готова идти на новые максимумы решение в соответствии с ожиданиями ставку не изменили оставили на прежнем уровне 5 5 процентов но из тех справедливых заявлений которые были сделаны руководством федеризерва и на пресс-конференции джерома паула все же были сигналы что ставка может быть еще раз повышена до конца этого года это немного приободрило тех кто хочет увидеть значение 5 75 конца этого года поэтому доходности американских облигаций снова пошли вверх двухлетние 10 лет не облигации обновили максимум больше чем за 10 лет то есть а по 10 лет точно максимум уже с 2007 года и по сути значение 4 43 сотых процентов а это кстати и стала причиной почему мир золото вчера отступил от локальных максимум то что доллар локально будет расти я думаю что да это основное направление но непосредственно в индекс доллара я сейчас не захожу потому что некоторое время назад мне расстроил прилично и я несколько обиделся на этот актив но вот парень евро доллар пока что пытаюсь локальные возможности использовать я думаю денис то что перспективе ближайших дней возможно к следующему нашу с тобой эфиру пара евро доллар может прям закрепиться ниже планки 106 и пару слов буквально про нефть текущей котировки 91 33 фундаментальный фон не изменился сразу это прям ключевой посыл все что было в плане поддержки для рынка нефти остается от действий опек отдельно саудовской аравии россии до планов опять же ближневосточного картеля по новым действиям которые будут предполагать дополнительные снижения производства нефти данные по запасам запас снижается тоже пактор поддержки и ожидаемый дефицит все это за то чтобы нефть росла ну мы видели что буквально за три недели нефти в частности бренда восстановился с 85 до 95 долларов за баррель до нужна была коррекция она сейчас как раз даже с точки зрения вот этого технического на график который видно назревала в итоге рынок скорректировался и я думаю что где-то в районе 90 долларов за баррель можно будет смело снова пересоходить и ждать уже бренда на новых максимумах выше 95 поближе даже к 100 долларам за баррель так где нет слова тебе хорошо отличный камень и видно значит да да мне есть что на самом деле сказать именно с технической точки зрения по этим инструментом и от себя я бы еще хотел сегодня добавить кстати впервые в нашем эфире это швейцарский франк и потому что сегодня по нему процентная ставка вот и также в связке с евро долларом хотелось бы его вот разобрать потому что они все-таки обратно кредит коррелирует если бы расплодовые котировки значит по евро вчера в принципе ничего нового не было сказано на пресс-конференции то есть что ожидал рынок это то что будет длительная пауза и возможно опять-таки это не точно но возможно в ноябре месяце на следующем заседании фрс решит на решится на последнее повышение ставки но опять-таки там все еще может поменяться несколько раз поэтому на это не сильно надеемся но для рынков это было достаточно для того чтобы локальное укрепление сделать по доллару значит продажи как раз были идеально буквально от накопительной зоны здесь весьма классическая схема и что у нас есть сейчас то есть импульс сделали предыдущий минимум вот потестировали я считаю что пока что это еще не финал то есть у нас прям сильнейшая реакционная зона поддержки действительно есть но после такого импульса и предыдущих накоплений цена чаще всего формирует движение к зоне прошлого накопления и снова после этого отскакивает вниз то есть что-то наподобие вот такого движения то есть я ожидаю еще обновление минимума может даже коррекцию вот эту сюда и не получится так добить но по пути здесь абсолютно никаких диапазон больше нету поэтому не за что зацепиться остается только вот такой вот всего один диапазон так что я жду где-то в район 1 06 а следующая цель вообще на 1 05 находится этот диапазон по-прежнему актуальный то есть он был сформирован на самом деле еще давно вот но сейчас вот он максимально свою актуальность как раз проявляет вот так что если более сильно будет движение то это уже на 1 05 пока что целимся 1 06 здесь буду фиксировать и дальше смотреть что поменялось по поводу фунта фунт достиг того уровня 1 23 об этом много раз уже писал на канале что конкретно 1 23 это тот самый экстремум достижение которого у нас покажет ближайшую достаточно сильную поддержку но опять-таки у нас если смотреть позиции вот кумулятивной дельты объемов с текущего декабрьского контракта то основные объемы у нас находились сверху то есть там где было накопление сейчас мы сделали проталкивание ниже сегодня ставка по фунту соответственно ее из-за того что у них инфляция все выше и выше могут попытаться поднять и локально фунт скажем небольшую поддержку что-то наподобие как вчера это было сделано небольшую поддержку может получить но потом все таки я за продолжение снижения там конкретных целей я на самом деле не ставлю потому что уровни находятся далеко там уже аж в районе 1 18 18 половина по пути по опционам будет в районе 1 21 с половиной вот добьет ли туда большой вопрос но как минимум хотя бы на обновление минимум там дальше процессе уже конечно лучше уточняться самая лучшая область для входов на продажу это тот диапазон с которого вчера был сделан выход то есть это именно основная объемная площадка для проторговки наиболее логично если с текущих свалится без коррекции пусть валится но ходить при на продажу самом минимуме еще и при достаточно сильной поддержке идейка так себе значит по поводу франка франк мы знаем что он обратно коррелирует у нас с евро точнее их фьючерсы в одну сторону движутся о спотовой котировке в зеркальном противоположном виде значит ну здесь есть интерес на точке зрения опционов у нас просто сильнейшие заливки как раз сделаны вот в районе 0 90 60 здесь также находится двойная маржинальная зона которая сформирована еще от крупного минимума конца и июля месяца то есть ей практически уже два месяца этому экстрему практически два месяца и в рамках восходящего канала достаточно четкое красивое движение у нас формируется поэтому я думаю что локально еще там немножко подкорректируется ниже и после этого сделают добой вот в эту область то есть в область 0 90 50 0 90 80 потому что по опционам здесь прям сильнейшие заливки предыдущие они уже были проэкспирированы то есть это еще с прошлых недельных и прошлого месячного контракта были поэтому сейчас естественно нам они уже ну не актуальны не интересны те которые даже сейчас недельные есть да они уже вышли в деньгах находятся но тем не менее основная часть и судя вот по заливкам судя по хеджам которые также подпирают у нас прямо практически текущую цену то большая вероятность просматриваться добой если проводить вот такую корреляцию с евро то они вместе вот как по мне достаточно логично в симбиозе выглядят так что по поводу нефти по нефти да вспоминаем на по моему или прошлом или поза прошлом брифинге тоже подсвечивал вот этот диапазон то есть если его округлить 92-93 с половиной цена вот ну просто точечно буквально идеально его увидела и сформировала здесь я физически даже войти на самом деле не успел никак потому что ну это очень очень прям быстро было все сформировано и я больше станет уверен что у нас движение такое достаточно глубокое может произойти дело в том что экспирация месячных опционов у нас будет аж 17 октября и по этим опционам у нас заливки достаточно неплохие вот здесь вот про торговки есть то есть внизу это с расчетом на снижение в район приблизительно 82-84 вот в этот диапазон по пути еще естественно контрольная маржинальная зонка будет восходящий канал у нас очень красиво вот выглядит его верхнюю границу цена красиво тоже протестировала короче схема просто идеально получилось а вопрос глубины коррекции я думаю что цена еще пока промежуточный там откат вот такой увидит то есть к прошлому накоплению и после этого еще добавим если смотреть на более стратегическое планирование то есть на не на неделю вперед а там на месяц или месяцы вперед вот тут я с тобой соглашусь что у нас именно долгосрок продолжится скорее всего вверх потому что я бы даже публиковал на прошлой неделе о том что ожидается в четвертом квартале текущего года достаточно большой дефицит нефти на рынке следовательно даже по нефтемарке VTI подтолкнут цены где-то в район 95 и может быть выше соответственно бренд в это время будет около сотки вот но в любом случае нужно немножко охладить пыл то есть что-то наподобие как происходило вот здесь вот то есть такая вот плавненькая не спеша коррекция коррекция продолжалась вот здесь я не вижу ни единой причины по которой бы не сделали одинаковую схему и потом пошли вверх на домой поэтому с учетом того что у нас индекс доллара все-таки пытается вот добить в район приблизительно 106 то вполне логично здесь как раз выглядит ситуация по нефти то есть точно так же корректируется вниз и потом после этого уже в разворотку и это кстати говоря касается абсолютно всех других торговых инструментов то есть здесь очень красиво просматривается вот эта вот вероятность того что у нас будет сделан добой именно в сторону основных текущих трендов за последние пару месяцев то есть это просматривается прям ну очень четко очень красиво Денис спасибо тебе за рекомендации за наблюдение по рынку ждем заседания банка Англии посмотрим за реакцией соответственно да посмотрим также за развитием событий по рынку нефти тоже интересно будет ли продолжена вот эта коррекция еще прям лучше либо все-таки покупательные найдут все силы вернуться на рынок и потащить нефти выше ну что тогда давай наблюдать за тем как в принципе поведут себя финансовые активы тебе остается два дня хорошего закрытия недели классных выходных и снова обсудим все встречи четверг спасибо тебе отлично и тебе большое спасибо за пожелание взаимно и следующий наш наш брифинг будет уже у меня с новой локации это ну ух ты тогда начнем нужно нужно лето продлевать пока есть возможность правильно согласен спасибо Денис пока все всем спасибо пока 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 пока